Девушки отдыхают 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 КОНЕЦ 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 Время смерти около полночи. И причина смерти очевидна. Трахеи, аорты, сонная артерия и пищевод рассечены одним ударом. Девушка и стеклокровью за считанные секунды. Орудие убийства? Судя по толщине разреза, я думаю, что это медицинский скальпель. Очень острый. И им же вырезана цифра на спине. Сексуальное насилие? Да, но, увы, никаких биожидкостей преступник нам не оставил. Использовал презерватив. На слизистые следы ноноксенола 9. Спермицидная смазка. Ей покрывают некоторые латкостные презервативы. Концентрация состав соответствует найденной упаковке. Девушка была лишена девственности? Нет, нет. Лисовская уже жила в плохой жизни. Нет. У Ринаты не было парня. Она ни с кем не встречалась. Мы воспитывали ее, что секс должен быть только после свадьбы. Почему наша девочка? Почему не надо? Неужели мы были слишком строгие с ней? Порошок, который в субботе нашел, возлетел. Это смесь каенского перца и табака. Такую обычно пришли собаку использовать, чтобы со следа сбить. А волосы на одежде жертвы? Это верблюжья шерсть. Попала переносом с одежды убийцы? Запрашивай все дела по изнасилованию в Грущевске. Из список от бывших за сексуальные преступления насильников, педофилов, вайеристов, эксбицианистов. Да, да, еще публика. Если вырезанная на коже жертва цифра действительно номер жертвы, то раньше уже должны быть единичка и двоечка. По телефону Лисовская ничего необычного. Звонки, смс-ки, подругам домой. Телефон отключился в сети парк в десять вечера. Опросили подруг погибшей. Ничего, все в шоке от случившегося. Да, слушай, а пойдем-ка запросим записи с камер наблюдения. Сексуальные преступники часто выбирают своих жертв возле школ и детских площадок. Убийца мог засветиться на камерах. Надеюсь, нам повезет. Лица Грущевска отрицает серию. Хорошо, хоть архивные дела предоставили. Единичку найти будет сложно. Это ж любой вертикальный порез. Нужно искать двойку. Похоже на цифру два. Что скажешь? Да, по-моему, это просто кровавое пятно. И фотографии только в майке. Кровь пропитала ткань. Вот кто так фиксирует повреждения? Руки бы оторвать грущевским полицейским. Так, имя жертвы. Нина Нагадкова. Напали в парке, оглушили, изнасиловали. Ух ты. По горячим следам она опознала насильника. Так, Тимофей Сугробов, 80-го года рождения. Получил шесть лет. Освободился три месяца назад. Ну, Гаткова, похоже, от насилия так и не оправилась. Лечилась у психиатра. В парке Грущевская найден труп ученицы 11-го класса Ринаты Лисовской. Она изнасилована и убита. На спине вырезана цифра три. ФЭС подозревает, что тройка – это порядковый номер жертвы, оставленной убийцей. Эксперты ищут жертв номер один и номер два. Этот насильник, лучше бы он сдох на зоне! Как такого можно отпустить? Как? Нина Павловна, вы успокойтесь. Да вы не понимаете! Вы не понимаете, он еще кого-нибудь изнасилует или убьет! Субтитры делал DimaTorzok Я слышала про убитую девушку. Об этом весь город говорит. Нина, нам необходимо смотреть и сфотографировать вашу спину. Я подсодрала кожу, если бы могла. Так с клеймом хожу. Любопытно, Галь. Загляни-ка. Орезали тоже скальпелем, но кончик его словно отломан. Видишь, зазубрину на шве. Угу. Ну, за шесть лет между двойкой и тройкой насильник легко мог завестись новым скальпелем. В деле ни слова про цифру. Следствие не заморачивалось. Задержали преступника, опознали и вуаля, передали дело в суд. Я выяснила, после освобождения Сугробов вернулся в квартиру, где был прописан с сестрой Полиной и племянницей Алисой. Полина Сугробова работает продавцом в круглосудочном супермаркете 24 часа. Опачки. А Алиса учится в той же школе, что убитая Рената Лисовская. Кстати, прислали видео со школьных камер. Я недавно вернулась с работы. У меня была ночная смена. А брат где ваш? Тимофей? А зачем она? А дочь ваша где? А что случилось? Ну, скажите уже. Сегодня ночью убита ученица ее школы, Рената Лисовская. Какой кошмар. А при чем тут мы? Полина Семеновна. Это постановление на обыск. Понятых пригласить. Редактор субтитров А.Семкин Анализируем записи за последние две недели. Ищем подозрительных мужчин возле здания школы. Тимофея. Это че? Нет. Тимофея. У него радикулит по слезонам. Стёп, такие же. Икра оторвана не по перфорации. Пене. Полина Семеновна, запишите, пожалуйста, номера телефонов вашего брата и дочери. Решил. И мне надо взять образцы ДНК и отпечатки пальцев. Я должна вам всё рассказать. Верблюжья шерсть с пояса совпадает с волокнами с тела жертвы. Тот самый верблюд. Корабль пустыни. Вот ведь судьба. Интересно, как он прожил свою жизнь с рождения до момента превращения вот в этот пояс. И до момента появления на жертве жестокого убийства. Вот бы мне такой. Ага. А ещё цирконевый браслет и накладку на кресло с аппликатором-тонизатором. Что там с каенским перцем? Перец и табак по составу совпадают со смесью с места преступления. Сугробова срочно объявляем в розыск. Его мобильник и телефон его племянницы Алисы выключены. Судя по геолокации, мобильный Сугробов за последнее время несколько раз был в соте школы. Нужно смотреть видео с камер чётко за эти временные промежутки. Это упрощает дело. Алиса, она... Она жаловалась на брата. Он подглядывает за мной, понимаешь? Это вообще нормально? Подкарауливает, когда я моюсь или переодеваюсь. А эти его дружки-алкаши задрали. Не квартира, а притон какой-то. Вечно эти синие морды. Я поговорю с Тимофеем. Мам, да они курят прямо в квартире. Всё провоняло, а это была моя комната. А меня выселили. А где мне к учёбе готовиться? Алис, ну что я могу сделать, а? Знаешь, мам, а я заявлю на дядю. Дядя опасен. Сейчас он просто пялится. А потом что? Он под юбку полезет? И что ты скажешь полиции? Что он на тебя смотрит, а? Ты... Ну, я что могла сделать? Я с братом, конечно, поговорила. Сдадите меня, обеим хана. Спасите Алису, я умоляю вас. Я прошу вас, пожалуйста, пожалуйста. Она не просто так пропала, понимаете? Галина Николаевна, это видео от школы. Вам стоит взглянуть. Это Тимофей, брат мой. Доченька, почему я тебя не послушала? Какая дура! Накануне Алиса Сугробова действительно заходила в полицию. Угу. Хотелось заявить на дядю? Да, но от него отмахнулись. Сказали, что разберемся, но заявление даже не зарегистрировали. Да, странно еще, что они вообще признали, что девушка к ним заходила. Поехали. Судя по уликам, Тимофей Сугробов выбирал свою жертву у школы. Ренату Лисовскую. Есть соображение, почему Сугробов исчез? Он мог решить, что где-то прокололся. Вырезать цифру на жертвы было явной ошибкой. Такие поступки серийные маньяки могут не контролировать. Если Сугробов вернулся домой после убийства Лисовской ночью и столкнулся с Алисой, она могла заподозрить, что случилось. Увидеть кровь. Мать-то на работе была, в ночной смене. Если Сугробов решил, что племянница опасная свидетельница, он вполне мог ее забрать. Вопрос в том, жива девушка или уже нет. Все дружки Сугробова под колпаком. Дороги перекрыты, его фото у каждого полицейского. А может, что-то расскажет опер, который уже сажал Сугробова? Ну, тогда, шесть лет назад. Вот, оперуполномоченный капитан Матвей Касаткин. Бывший капитан. Неудивительно, что племянница Сугробова пропала вам. Реальный упырь. Матвей Борисович, а вы хорошо помните то дело? Забудешь тут. Прекрасно помню этого козла. Забомбил жалобами с зоны, открыл себе литературный талант и ни дня без строчки. Ну, а я в итоге не прошел аттестацию и вылетел из органов. Что именно писал Сугробов? А то вы не знаете, о чем зэки пишут. Пел обычные песни про невиновен, про подставили. А почему вы не зафиксировали порез на спине Ноготкова? Видит цифру два. Это указывает на серию. Нужно было провести тщательные недосмотры. Впервые слышу. Вы вообще представляете, сколько у меня дел было о производстве? К тому же Ноготкова его познала. Дело было очевидным. Оформили, передали в суд. Если у вас больше нет вопросов, мне пора на смену. Тружусь вам. На автостоянке сторожем сутки через трое. Спасибо этому козлу. Ни одной материальной улики против Сугробова. Двойку на Ноготковой не зафиксировали. Беоследы насильника не искали. Данных использовался ли презерватив? Нету. Да уж. Вырезанная скальпелем двойка. Это прям оценка Грущевской полиции. Скальпель. Кстати, тоже не нашли. Ну, есть же опознание. Степа говорит, она странненькая эта Ноготкова. Под стрессом могла опознать кого угодно. Сугробов утверждал, что спал дома после работы. А вот Полина алиби не подтвердила. Говорит, что брата в квартире не было. А это мысль. Что такое, что такое, в чем дело? Кажется, кое-что есть. Через три дня после изнасилования Ноготковой вы взяли кредит 500 тысяч рублей. Мы думали, вы наняли брату адвоката, но никакого адвоката вы не оплачивали. Кроме того, никаких крупных покупок не делали. Мы проверили. За все шесть лет вы ни разу не отправляли брату посылку. И не ездили к нему на свидание. Я мать-одиночка. Вы представляете, каково это воспитание? Зато оперуполномоченный Касаткин купил себе мотоцикл. Вы дали денег, чтобы брата посадили? Хотели освободить квартиру? Тимотей только бухал и скандалил! А мне надо было строить личную жизнь! А теперь ваша дочь в смертельной опасности! Если вообще еще жива. Это ты меня засадила, тварь! Ты! Ты думала, я тупой, не догадаюсь! На зоне меня не грела. Пачки сигарет не прислала. Да ты хоть знаешь, что мне там пришлось пережить со своей статьей-то? Сдадите меня обеим, хана. Розыск Алисы Сугробовой не дал результатов. Как, собственно, и ее дяде. Включился его мобильный. Звони нашим. Срочно! ГПС у ее мобильники отсутствует. Попробую тренгулировать по базовым станциям. Полиция! ФЭС расследует дело об изнасиловании и убийстве школьницы Ренаты Лисовской. На ее спине вырезана цифра 3. Шесть лет назад насильник вырезал на спине другой жертвы, Нины Ноготковой, двойку. По делу Ноготковой был осужден Тимофей Сугробов. Улики указывают на его причастность к убийству Ренаты. Тимофей и его племянница Алиса исчезли. Включается мобильник Тимофея. Еще теплая. Похоже, дотянулась до телефона и включила. Но позвонить уже не успела. Степ. Рот у нее был заклеен скотчем. Видимо, для того, чтобы не кричала. Видишь, остались следы клея. Многократно была изнасилована. Презерватив, кстати, той же марки. И еще. Опять верблюжья шерсть. Девушка буквально из стекла крови. Почерк идентичен убийству Ренаты Лисовской. Убийца перерезал девушке горло, подождал немного и ушел. Видимо, решил, что она уже мертва. К тому же, забыл мобильный. Забыл или выронил его рядом с жертвой. Две ошибки. Это видео с мобильного сугроба. Пускай откуда же у вас съемка не попадает на камеры школы. Странно, что он вообще на камеры засветился. Выходит, сугроба все же виновен в двух новых изнасилованиях и убийствах? В общем, шесть лет назад Ноготковой сильно повезло, что насильника спугнули. Что, Иван, все копаешься в старых делах по изнасилованию? Ну, мне не дают покоя начало серии. Цифра один. Куда задевалась эта единичка? По статистике, когда серийные насильники, убийцы, начинают свою карьеру, они выбирают очень близких к себе жертв. Жертв. Человеку свойственно хотеть то, что он видит каждый день. Именно в первый раз серийники совершают большинство, большинство ошибок. Ой, Вань, завязываю же, а? Нужно сосредоточиться на поисках сугроба. Нашел. Нашел! Нужна эксгумация, Галина Николаевна. Это она. Та самая первая жертва. Девушку убили и изнасиловали за полгода до дела Ноготковой. Висяк. Убийца не найден. Так, Жанна Боровицкая. Сирота. После медучилища работала медсестрой. Я уверен, на ее спине вырезана именно единичка. Валя, привезли улики по делу Боровицкой. Это футболка, в которой ее нашли. Тихонов был прав. Это единичка. Кончик скальпеля. Скорее всего, того самого, которым резали Ноготкову. А что с ДНК насильника? Есть шансы, что она сохранилась? Попробуем найти. Сугробов? Нет. Врач скорой помощи некто Влад Цепов. Но только привлечь этого Цепова не получится. Через полгода после посадки Сугробова Цепова сбил грузовик с пианомодителем. Я был прав. Насильник выбрал первую жертву из близкого круга. Медсестру. А вот вторую жертву более осмотрительно. Ноготкову. Причем использовал тот же скальпель. Может, считал, что он приносит ему удачу? Шесть лет назад Цепов не довел. Дело до конца спугнули. Он затаился, пока не посадили невинного человека. Обрадовался, небось, до чертиков. Но все-таки есть на свете высшая справедливость. Продолжить свой страшный цифровой счет ему не удалось. Итак, что мы имеем? Практически доказано, что Сугробов отсидел шесть лет за чужое дело. Блейки по делу Рената Лисовской ему с вероятностью 99% подбросили. Да, это значит, что убийца имел доступ к квартире Сугробовых. Мог взять верблюжьи волокна, табак, перец и подкинуть презерватив. Мог даже позаимствовать мобильник Тимофея и поснимать девушек у школы. Да, но откуда убийца мог знать про вырезание цифр? Фотки Ноготковой с двойкой были только в материалах следствия. Эти материалы даже до суда не дошли. Я уже не говорю про СМИ. Как-то узнал. Вырезал на Лисовской тройку, чтобы надежно замазать Сугробова. Косаткин, капитан Ильич. Вы решили расквитаться с Сугробовым? Не простили увольнение из органов? И зачем мне было убивать, насиловать? Вы что, с ума сошли, что ли? Да если бы я захотел опять засадить этого идиота, подкинул бы ему наркоты и все. Судя по видео, у убийцы был четкий план убить именно Ренату Лисовскую. Он не просто снимал всех девушек подряд. Ну, почему именно она? Постой-ка. У Ренаты не было парня. Она ни с кем не встречалась. А ведь Антонова сказала, что Лисовская не была девственницей. Но про парня-то ничего не известно. Похоже, идея Тихонова подтверждается. Еще один одноклассник Рената опаздывает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Касаткин, Федор Матвеевич. Это вы убили и изнасиловали Ренату Лисовскую и Алису Сугробову. В одном из пустующих гаражей, которые охраняет ваш отец, мы нашли новые дождевики, скотч, полиэтиленовые пакеты. И что? А то, что там же мы нашли скальпель. А на нем кровь. Ренаты, Алисы. И ваш отпечаток пальца. Думаю, что остальные улики вы уничтожили. Но если я избавился от улик, что же я скальпель не выкинул? К этому мы и вернемся позже. Вы, Федор, достаточно умный парень. Разбирайтесь в криминалистике. Смогли разглядеть двойку на фото из дела Ноготковой, которые ваш отец постоянно приносил домой, чтобы писать отписки на жалобы Сугробова с зоны. Понимаете, я переспал с Ренатой на одной из тусовок. А там все были пьяные. Да она специально это все подстроила. Она угрожала. Она сказала, расскажу отцу, братьям. Да тут хочешь, не хочешь, а придется жениться. А то отец за изнасилование посадит. И тут я понял, что попал. Все планы коту под хвост. Я-то мечтал уехать, поступить в нормальный вуз, а не торчать в этом Грущевске. Папаша Рената тут шиномонтаж. Там братья ее шины балансируют. Семейный бизнес типа. А мне что прикажете делать, а? На подхвате у них там, тачки домкратить. И тут к вам обратилась Алиса. Она знала, что ваш отец бывший мент и попросила помочь разобраться с дядей. Ну типа забрать его или выселить. И тут я понял, что это шанс избавиться от Ренаты. Вот то, что ты просил. А это вот шерсть. От пояс, который дядя таскал. Видели, что на зоне он спину застудил. Верблюжья шерсть. И сам он верблюд. А что-нибудь еще нужно? Ну я бы снимал на его трубу у девок из кустов. Так, верни дядя, пока он не проспался. И пальчики сотри. Тряпочка или платочка. Прям какой-то шпионский роман. Да. Дядя точно в виде в телефоне не пропалит? Точно. Он за годы на зоне вообще ничего в это не шарит. И звонит и тост в дом. А он у школы крутился? Ага. Я просила пару раз встретить меня. Ну только чтобы он там никого своими наколками не напугал. Ага. Ну ладно, Алис, давай. Выбрал день. Рената как банна лист липла. Когда с родителями познакомишься, когда я могу подругам рассказать. Сказал Алисе, чтобы она заявила на дядю. Сам позвал Ренату в парк. Верял никому не говорить. Типа, сюрприз. Изнасиловали и убили. Действительно сюрприз. Ну а потом я пошел к Алисе. Я заявил на дядю. Молодец. Мать на работе? Да. Дядя дрыхнет. Дрыхнет. Я сама его напоила. Он после бухла ничего не помнит. Мозги на зоне отбили. Так. Теперь, как договаривались, вы должны исчезнуть на одну ночь. Это наш план. Только вот мне во все детали плана вы девушку посвятили. Так, Алиса. Одевай наручники. Должно быть все естественно, чтобы следы остались. С тобой, Алиска, будем приятнее, чем с Ренатой. Как говорится, хорошую полянушку. Алиска. Алиска. Вы анонимно предупредили Сугробова, что на него заявили в полицию и утром за ним придут. Чтобы он испугался и пустился в бега. Ты смотри, как интересно. Федор кого-то пасет через GPS-маячок. И я даже догадываюсь, кого. Вы и тут, Федор, подстраховались. Вмонтировали в обувь Сугробову маячок, чтобы было проще его найти и убить. Поэтому-то вы и скальпель не выкинули. Приберегли, чтобы подбросить Сугробову. Или просто не смогли с ним расстаться? Не знаю, посадил бы вас отец Лисовской за изнасилование дочери или Рената Блейфовала, но сейчас вы сядете именно за это. Плюс изнасилование Сугробовой и два убийства. Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Подписывайтесь на наш канал Телероман. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И не забудьте нажать колокольчик. Я посмотрел по карте, там место просто обалденное. Лес, никого нет. А ты когда-нибудь ночевала ночью в палатке? Ни разу. И тогда тебе понравилось. Девчуля, кофе мне сделай. Вам эспрессо или капучино? Мне? Моя черная, как ночью в Тамбове. И горячая, как ты. Э, полегче. Ты халуй, на кого пасть раздянул? Зубы что ли лишние? Выйдите, пожалуйста. Мы пьяных не обслуживаем. Ты поговори мне еще тут. А мы не встречались? Так, вышел быстро. Что за клоун? Ты что, пацанчик? А ну пошел, быстро! Твари! Ладно, я еще вернусь. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классический шафотный узел. Да, как будто сами залезли на ветку с удавками на шеи и спрыгнули. Даже в начале двадцатого века, когда была мода напарные самоубийства, влюбленные предпочитали стреляться. Ну, почему? Был случай двое в одной петле. Ну, это было в Австрии сто с лишним лет назад. Несчастная парочка, оба бедные, больные. Работали прислуги за гроши. А эти на вид выпитанные, здоровые. Да и одежда хорошая. Да, вот это и странно. Каждые выходные летом, рано утром, в субботу я уезжаю в лес. И живу так, как жил в Индии. Диким и свободным. Согласно данным пограничной службы, вы провели в Индии пять лет. Да, я путешествовал. Учился у гуру, жил в Ашраме, но вынужден был вернуться. И где вы сейчас живете? Снимаю койку в хостеле, работаю на складе. Тяжелая и безрадостная жизнь. Но я нахожу в ней свои искры. Поговоротворение. Это кто? Михаил Дмитриевич Иволгин. Пять лет сдавал квартиру в Москве, а потом квартиранты устроили пожар. Теперь судится, да? Ну, сдавал неофициально, так что мужичок просто попал на деньги. А сегодня он нашел в лесу два трупа. Тут рядом с деревом есть следы волочения. Трава не сломана, общатков обуви нет. Сосна. А здесь таких деревьев нет. Маскировка по методу армейских разведчиков. Трава примята, но отпечатков в обуви нет. Заметали ветками. У меня два вопроса. Зачем нужна была такая демонстративность и почему жертвы не сопротивлялись? Я установил личности убитых. Зоя Акчурина и Глеб Ульянов. Год назад Зоя приехала из Стамбова, Глеб из Воронежа. Поступили на экономический. Подрабатывали в одном кафе. Он барист, а она официантка. То есть, они студенты, однокурсники с официальной подработкой. Прилично влюбленная парочка. Но кто-то с военной подготовкой их казнил. А вот и сосна. Галь, мы прошли по следам волочения. Нашли палатку. Рюкзаки и мобильники на месте. Документы есть. Банковских карт и наличных нет. Николай Петрович, я так понимаю, вы с новым патологоанатомом были знакомы? Были. Смерть насильственная? Судя по расположению струкнуляционной борозды, да. Каждой жертве накинули петлю, а затем убийца вздернул каждого на ветке. Они точно не сопротивлялись. Характерных гематом нет. Но в момент повешения были живы. Следы от инъекций есть? Я как раз хотел сказать, у каждого на внешней поверхности бедра есть точечное кровоизлияние. Надо выяснить, чем их накачали. Уже занимаюсь. Рядом с палаткой отпечатки босых ступней. Да, на дне палатки они тоже есть. С частичками земли и растений. Частицы земли и смазанные потожировые есть и на телефонах жертв. Пальцевые следы принадлежат Михаилу Иволгину. Это не тот просветленный, который Витил обнаружил. Может, он вообще их убил тупо с целью ограбления? А вешать зачем? А зачем он галашом и бегал по лесу? У дяденьки явно богатый и сложный внутренний мир. Здрасте. В крови убитых обнаружена рецептурная аптечная снотворная фенилдибензол, инъекционный препарат. Так его же сняли с производства. Да, вот читаю как раз про побочные эффекты. Препарат расслаблял гладкую мускулатуру и вызывал слишком яркие сны и галлюцинации. И нарушение сердечного ритма. При малейшей передозировке люди проваливались в глубочайший оборочный сон. Я еще год назад про него заключение писал. Вот. А три месяца назад на одном из складов была похищена партия такого препарата, приготовленного к утилизации. Кто-то надеялся найти покупателя для такого. Михаил, а как вы объясните, что ваши отпечатки есть внутри их палатки? Я думал, что в палатке есть кто-то еще. Я хотел вызвать на помощь, потом хотел позвонить в полицию. Мои мобильные и остальные все вещи были на другом краю леса. Но ваши пальцевые следы есть на вещах внутри их рюкзаков. Я не могу вам врать. Я хотел взять деньги. Была такая мысль. Но я ничего не нашел. Клянусь, я не убивал их. Можно я уже пойду? Вы задержаны по подозрению в убийстве. Мне душно тут. Вы знаете, я хочу вылезть. Я хочу, хочу на свою работу. Мне здесь не очень хорошо. Я хочу, я хотел бы... Михаил, успокойтесь, пожалуйста. Здесь не очень. Мне здесь не очень. Раз, два, два. Богиня, ты испытываешь меня! Богиня! Ты ее воплощение! Я, я приносил для тебя жертву. Чего же ты еще от меня хочешь? Богиня, скажи! Скажи мне, что? Однокурсники Зоя Акчурина и Глеб Ульянов приезжают в лес провести романтические выходные. Но кто-то их усыпляет и вешает. Убийца использует приемы армейской маскировки. Обнаруживший трупы Михаил Иволгин на допросе начинает вести себя неадекватно. Жертвы это он имеет в виду Акчурина и Ульянова? Вполне может быть. В голове он нашел подсветленца дикой смеси из индийских верований и современных убеждений. И наверняка он знает про Пурушам Детху. Это что такое? Пурушам Детха? Это древний ритуал принесения человека в жертву. Были эти жертвы настоящими или символическими? Вопрос дискуссионный. Но ритуал есть. А символически это как? Ну, например, человека привязывают к дереву на сутки, а потом отпускают. Типа, умер, молодец, иди домой. Или год надо жить без секса. Даже римляне, когда воевали с Карфагеном, дважды закапывали заживо людей, чтобы Ганнибал не прижал к ногтю Римскую империю. Исторический факт. То есть Иволгин мог убить студента, чтобы выплатить своих проблем с квартирой и вернуться обратно в Индию? Понять бы еще, какую из богиней он имеет в виду. В Индийском пантеоне тысячи богов, а некоторые источники указывают, что божеств может быть 330 миллионов. Хотя это, конечно, не конкретная цифра, а метафора безграничности божественного. Так, перейдем от возвышенного к земному. На палатке, кроме потожировых Акчурина и Ульянова, есть старые и новые пальцевые следы другого парня. Его нет в базе судимых. Но в потожировом веществе новых пальцевых следов большое количество гормонов стресса. Очень большое количество гормонов. И это не пальцы Иволгина. Установлено время смерти Акчурина и Ульянова. Оба погибли вчера в пятницу с 23 часов до часу ночи. Татуировка Акчурины была нанесена поверх другой, более ранней. Собираюсь остановить, как выглядела первая. На момент убийства Акчурины и Ульянова, Михаил Иволгин был на складе. То есть, в лес он поехал уже после работы? Я устал от испытаний! Я хочу домой! Я хочу домой! Обратно в Индию! А он в курсе, что его алиби подтвердили? Когда у человека острый психоз, такие вещи его мало волнуют. Иволгина отправят в клинику неврозов. Его поведение агрессивно и нестабильно, а на теле множественные порезы. А, вот какие жертвы он приносил. Да, свою кровь. И не только. Что у вас? Уточняем хронологию событий, предшествующих убийствам. Мы отследили геолокацию Ульянова и Акчурина, и в пятницу утром они уехали в лес и остались там на ночь. А в четверг днем были в универе, а вечером заезжали к своему однокурснику Богдану Лифанову. Богдан Лифанов живет с отцом. Мать в соседнем городе. Родители разведены. Отец Вячеслав Лифанов владелец небольшой фирмы по продаже автозапчастей. Я уже сообщил данный операм. Зойка и Глеб заехали ко мне, чтобы взять палатку. Как долго они у вас были? Часа три где-то. Глеб паковал палатку и снарягу для похода, а Зойка объясняла про древних греков. Интересная тема для беседы. Я просто к семинару по философии готовился. Я не понимаю ее, а Зойка сечет. Ну да, на палатке ваши отпечатки. Вы нервничали в тот день? Да не особо. А в потожировых у вас высокий уровень гормонов стресса. Так это, наверное, из-за семинара, из-за этих чертовых древних греков. Философия – тупой гуманитарный предмет. Вот на кой он нам на экономическом факультете нужен? Смотри глубже. Гераклит был основоположником диалектики. Учение о единстве и борьбе противоположностей. В 1917 году большевики устроили революцию. И угадай, какая была любимая тема Владимира Ильича Ленина? Диалектика, что ли? Умница. Ты прочитай хотя бы вкратце про Маркса и Энгельса, и тогда ты поймешь, какая связь между древними греками и плановой экономикой Советского Союза. Так. Карл Макс критиковал капитализм с применением диалектико-материалистического подхода. Блин, Зойка, ты реально умная. А я вот тупой. Привет, народ. Здравствуйте, Вячеслав Викторович. Зойка и Глеб вот спасают меня от позора на семинаре. А ты в благодарность их кормишь гадостью полуфабрикатной. Да все нормально. Мы же студенты, и мы можем такой лапшой каждый день питаться. И нормально. Я в молодости тоже так думал. А теперь я кто? Язвенник, трезвенник и сколиозник. И что потом? Не знаю. Взяли палатку и уехали. Отец им консервы отдал. Продукты для похода. Типа отблагодарил за мое спасение. Твои друзья что-нибудь принимали, но что-нибудь запрещенное? Нет, они зожники. У Глеба вообще разряд по легкой атлетике. А ты? Идеваетесь что ли? Нет. Добрый день. Я майор Круглов из федеральной экспертной службы. В чем дело? Что-то с сыном? Нет, с ним все в порядке. Скажите, вы видели этих молодых людей? Ну в четверг они заходили к Богдану, забрали палатку. Они что-то натворили? Их убили. Повесили. В лесу. О господи. Когда вы общались, вы не заметили ничего странного? Да нет. Хотя Глеб рассказывал об уголовнике, который приставал к Зое. Это было у них в кафе, где они работают. Нашел данные камеры наружного наблюдения. В четверг Акчурина и Ульянов спокойно покинули квартиру Лифановых. Дошли до остановки. Никто к ним не подходил. Никаких конфликтов не было. Суббота. Повешены. Пятница. Сборы в поход. Поездка за город. Четверг. Универ. Визит к Богдану. Среда. Конфликт с уголовником. Опера должны опросить Елизавету Бортникову. Это владелец кафе, где работали убитые. Хочу отсмотреть все записи камер наблюдения. Вот это что за мужик? Я его сегодня везде не вижу. На работу надо вовремя приходить. Рогозина еще с утра его всем представляла. Галина Николаевна, я восстановил старую татуировку Акчуриной. Акчурина. Частично по шрамам, частично по остаткам татуировочных чернил. Пылающее сердце, а в центре буква Р. Надо думать, тут зашифровано имя бывшего любовника. Возможно. Акчурина избавилась от нее, когда стала встречаться с Глебом Ульяновым. Надо установить личность бывшего. Елизавета Васильевна, у вас были проблемы с Акчуриной и Ульяновым? Никогда. Золотые ребята, умные и ответственные. Я им оставляла ключи и брала выходной. Доверяла им. А у них с кем-нибудь конфликты были? Он только в среду какой-то пьяный заходил. Я сказала, чтобы вызвали полицию, если он вернется. Это все есть на видео. Ну, в общем, Петрович чудом остался жив. Один труп, двоих под суд отдали. Такая вот тажировочка вышла. Да ты прикалываешься. Ты только что это все выдумал. Не веришь? Спроси у Петровича, или даже у самой Рогозиной. Я установил личность гостя. Роберт Ремезов, судимый за убийство, недавно вышел. Мужчина с именем на букву Р. И он был в среду. Что интересно, доступ к облаку, куда сливались все данные видеокамеры, был не только у хозяйки кафе. А у кого еще? У кого-то, кто вскрывался за тремя фаерволами. Он постоянно следил за всем, что происходит в кафе. Причем только в те дни, когда работал Акчурина. Так может, Ремезов? Чувствую. Пора объявлять его в розыск. Дорогая вещь для официанки. Николай Петрович, так это у него специальная сумка для кражи в магазинах. И гаджеты внутри, чтобы снимать магнитные радиочастотные клипсы. Хорошие у вас квартиранты. Слушай, Степ, это камера на вид с радиорынка. Пальцевых следов нет. Убиты студенты Зоя Акчурина и Глеб Ульянов. Кто-то усыпил их снотворным и повесил на дереве. У Зои раньше была татуировка в виде пылающего сердца с буквой «Р». За несколько дней до убийства в кафе, где подрабатывали Акчурина и Ульянов, приходил судимый за убийство Роверт Ремезов и устроил скандал. Обнаруживают, что кто-то тайно подключался к камере наблюдения в кафе. В квартире, которую снимали убитые, находят скрытую камеру. Галина Николаевна, поздравьте меня, я вернулся из экспедиции. Из какой еще экспедиции? Археологической. Я занимался цифровой археологией. Спасибо. Искал упоминание о татуировке в форме сердца с буквой «Р». И, судя по твоему довольному виду, нашел? Да. Три года назад. Форум «Ждуль». Подзамочный пост. Секретики только для девчуль, которые ждут своих любимок из-за колючей проволоки. Зоя Акчурина была подружкой заключенного? Конкретно Роберта Ремезова отбывал срок за убийство. Она набила себе татуху к его возвращению. А пока он сидел, она его бросила. Поступила в универ, уехала в Москву. И закрутила любовь с Ульяновым. Похоже, Ремезов появился в кафе не просто так. Изучая нейлоновый шнур, на котором повесили жертву. На срезе видно, что однородные частички пыли проникли внутрь шнура. Очевидно, что шнуром до этого не пользовались, хотя он и хранился долгое время. Микрочастицы пыли большей частью состоят из частиц автомобильной краски и автохимии. Федеральная экспертная служба. Майор Круглов. Капитан Данилов. Ко мне какие вопросы? Вы задержаны. По подозрению в убийстве Глеба Ульянова и Зои Акчурины. Да ладно. Руки. Где вы были ночью в субботу? Где был, там меня не видели. А кто видел, тот не скажет. Так что двадцаточку вы мне впаяйте в легкую. На суде скажите, что бывшую свою и ее любовничка я кончил из ревности. Так вы подтверждаете, что у вас с Акчуриной были отношения три года назад? Да, была у меня подружка-старшеклассница Зоечка. Болтали ночи напролет. Она деньги у родителей таскала, чтобы мне Греф отправить. И как долго это продолжалось? Да пару лет где-то. А потом за зноб моя телефон сменила. Думала, я ее искать не стану. А я нашел. Вот искал и нашел. Привет, красивая. Не узнала? Роберт. Тихо, тихо. Без криков. Приличная теперь стола. Денег ты не дашь мне? Да пошел ты. Ты не торопись. Я ведь все наши разговоры записывал. И фотки все хранил. Какое пятно будет в твоей биографии? Ни карьеры, ни личной жизни. Подумай. А ты не боишься, что тебя какой-нибудь торчок прирежет, а? Что красивое? Зэки надоели? Решила с нариками мутить? Много друзей-то знакомых, обдолбушей. А это уже не твое собачье дело, урод. Понял? И не лезь в мою личную жизнь. Пожалеешь. Это во вторник было. А в среду я специально пришел к ним в кафе, когда хозяйки не было. А был только Зойкин, новый дружок. Я хотел прощупать, что там и как. И что, вы поняли? Зойка сделала вид, что меня не знает. Я сразу понял, что пацанчик ее не в курсах. Я хоть и злой был, но сразу понял, что она заплатит. Пока бенится, и заплатит. И я тоже, кот ученый, понимаю, что доказательств у меня никаких нет. Но вы мне верьте. Я вам в глаза смотрю и говорю, что эта девочка мне нужна была живой. Поэтому вы подключались к камерам у нее на работе. Спасибо. Спасибо. Приятно, конечно. Но я не хакер. И денег на спецов у меня нет. А вообще, если от души сказать, как я это вижу, то Зойку и ее пацанчика на реке кончили. Потому что она их упомянула? Они возле кафе терлись. Я сам видел. Я после зоны их за километр чую. Гнилой народ. Как ни странно, Ремезов прав. Я проанализировал видео за несколько недель и установил по изображениям личности людей, которые покупали у Глеба Ульянова кофе на вынос. Судимые за сбыто хранение. Ага. А в те дни, когда застройка была хозяйкой кофеени Бортникова, они покупали какую-нибудь фигню, или кофе на месте. А иногда вообще разворачиваются и уходили. То есть Глеб Ульянов торговал наркотой из-под полы. Сто процентов. И это видно на видео. Ну, не знаю, чего искать не найдешь. Значит, Ульянов еще один борется с пакетиками в рукаве. Сколько же их идиотов. Я запросила постановление суда. Завтра с утра надо обыскать территорию, прилегающую к кафе с кинологическими собаками. Согласен. Вряд ли он держал много дури на работе. Наверняка есть тайник. Так, поблизости. Николай Петрович ничего не говорит. Еще бы. Его тогда чуть не убили. И вообще эта тема для него очень серьезная. Короче, что я понял. Давным-давно Николай Петрович любил замужнюю даму. Ее муж тоже полицейский, попал под подозрение, и его посадили в СИЗО. Муж считал, что это все подстроил Круглов. Потом дочка эта дама выросла, и в составе группы стажеров проходила практику ФЭС. Пыталась отомстить Петровичу, подсыпала ему яд в кофе. Но другой стажер это заметил и кружку подменил. В итоге, пока разбирали, что Петрович ни при чем, еще одного стажера убили. Но уже из ревности. Так вот, наш новый патологонатом Артем Тукаев тогда стажировался у Антоновой. Был среди них главный шутник. Да и вообще дело веселое было. Да, обхохочешься. Что случилось? Сервер ФЭС пытается взломать. А я могу тебе помочь? Конечно. Принеси мне кофе. Спасибо. Понятые, обратите внимание, собака что-то нашла. Граждане понятые, обнаружен пакет. Внутри упаковки с различными препаратами. На некоторых есть маркировка. Фенилдибензол. Это тот самый рецептурный препарат, который нахлевит в крови погибших. Четырех ампул не хватает. Иван, ты в порядке? Не волнуйтесь, в клинику неврозов мне еще рано. Я просто сижу в засаде. И кого ты выслеживаешь? Человека, который покусился на самое святое. На главный сервер ФЭС. Что происходит? Ноут хакер включился. Ну, с добрым утром, дружок. Кофе будете? Богдан Лифанов, однокурсник Акчурина и Ульянова. Тот, который одолжил палатку? Да. А мальчик-то нигде не афишировал свои хакерские таланты. Под тупого косил. Может быть, это он за ними следил? Возможно. Но зачем? А, хотя тот хакер подключался к камере в кафе, только в дни, когда дежурил Акчурина. Любовный треугольник. А что у него с алиби? Алиби условное. В ночь убийства мобильник Богдана пинговался в его квартире. На придомовых камерах наружного наблюдения его нет. Но там территория плохо просматривается. Нужно прицельно проверять камеры на окрестных улицах. На одном из пакетов из тайника обнаружен фрагмент пальцевого следа, который принадлежит Богдану Лифанову. Доброе утро. Доброе. Позволите? Так, а в чем, собственно, дело? Гражданин Лифанов? Вы задержаны по подозрению в убийстве Зои Акчурина и Глеба Ульянова. Богдан, что происходит? Я не знаю. Я проверил камеры на трассах рядом с местным убийством. В семи километрах от палатки Акчурина и Ульянова припарковался мопед. Лицо водителя скрыто шлемом. По виду обыкновенный рыбак. Там рядом озеро. Так что подозрения он не вызвал. Мопед оставался на месте примерно четыре часа, а потом водитель вернулся в город. У Лифановых же нет мопеда. У кого из ваших знакомых есть мопед? У Матвея. Это наш сосед Матвей Рябцев. Это он, наверное, он все это провернул. И зачем ему убивать друзей вашего сына? Слушайте, я несколько раз его встречал, ну, по-видимому, под наркотой. Ну, конечно, я в этом ничего не понимаю, но в курсе о том, что огромные зрачки у людей бывают не только от испуга. А вообще, откуда его знать? Ну, как он? Сосед. А, еще он мне машину мою перекрашивал. Когда мне капот в аварии помяли, я тогда не знал, что он такой мутный тип. Я к нему больше близко не подойду. И Богдан тоже не подойдет. В чьем гараже Матвей перекрашивал машину? В своем, конечно. Мы ликвидировали последствия аварии. Цвет частиц краски в нейлоновом шнуре визуально совпадает с краской на капоте. Нужна химическая экспертиза. Я займусь. Правда, сомнений мало. Думаю, автокраска идентична. Вот здесь гараж Матвей Рябцев, он здесь мопед стоит. Степа. Живой? Дышит. Без сознания. Скорую вызывай. Карты. На имя Акчуриной, Ульянова. И наличка. На правом плече след от инъекции. Алло, скорая? Мы нашли Матвей Рябцева. У него наркотическое опьянение тем же препаратом, что у Зои и Глеба. Теперь вы отпустите Богдана? Дождемся, когда Рябцев придет в себя и даст показания. Да чего тут ждать? И так все понятно. Убил, украл деньги, вернулся, шурнулся. Тут его и срубило. Да, все косвенные улики указывают на Рябцева. Тогда отпустите моего сына. Он даст подписку. Ну, ему не место в ВВС. Он приличный парень. Есть некоторая нестыковка. Рябцев сделал себе инъекцию в правое плечо. Хотя он правша. Ну, я в этом ничего не понимаю. Да. Галина Николаевна, я проверил ноут и мобильник Богдана. Это троица, Акчурина, Ульянов и наш хакер в коротких штанишках организовали что-то вроде преступной группы. Богдан покупал в Даркмете наркоту мелким опытом, Глеб продавал ее в кафе, а Зоя была идейным вдохновителем. Не такие уж они и приличные детки. Богдан, с какой целью вы следили за Зоей Акчуриной? Я ее любил, а она была с Глебом. А она как к вам относилась? Как к младшему братишке. Она сама-то говорила, но я всегда был рядом. У меня были камеры в кафе в их квартире. А чего вы ожидали? Я боялся двух вещей. Что Глеб начнет принимать, чем мы торговали и что он обидит Зою. Я бы его убил. Только его? Зою я бы никогда не трогал. Клянусь. Матвей Рябцев в реанимации. Ну, его вытащат? Да, обещали, что через пару дней он, возможно, заговорит, но пока без сознания. Какой крепкий организм. Ты как, осваиваешься у нас? Да тут все по-прежнему. Как десять лет назад. Ну, ты тоже, в общем-то, не очень изменился. Прическа, кажется, была другой. Нашел что-нибудь? Ну, вот лесные растения, лесная земля и убийца. Точнее, его пальчик на мопеде. Я, когда служил в армии, мечтал, что сделаю карьеру в спецслужбах. Изучал навыки разведчика. Но из-за травмы спины в армии путь в спецслужбы мне был закрыт. Но интерес к навыкам остался. Да. Только я тщательно это скрывал. Правила вербовки, оперативных игр, допросов. Это же универсальные инструменты. Даже в общении с сыном? Я заметил, что Богдан прекратил клянчить деньги. Появилась наглость и презрение. И началось это, когда он начал общаться с Зою и Глебом. И что вы сделали? Я понаблюдал за кафе, где они работают. Заметил подозрительных личностей. Проследил. Я решил прощупать Глеба. Его желания, интересы. Он обмолвился, что скучает по природе. До универа он жил в пригороде. И с пацанами часто ездил на рыбалку, ночевал в лесу. Я зацепился за это и убедил, чтобы выходные провели на природе. Палатку одолжили. Да. Такие люди легко ведутся на халяву. Вечером отец предложил выпить настойку. Помянуть про дедушку, у которого была годовщина смерти. Я в упор не помнил дату, но отцу отказать я не мог. А что было потом? Я выпил и резко уснул. Я одолжил у соседа Матвея в обед за пять тысяч рублей. Ну, соврал, что мне нужно съездить к любовнице. У меня было четыре ампулы фенилдобензола. Я знал, как он действует. Как вы узнали, где будут Зои и Глеб? Да я сам и посоветовал им это место. Они крепко спали. Я вколол им снотворное, целился так, чтобы попасть в крупные сосуды. Затем потащил вешать. Часть меня понимала, что это злость. Я просто хочу покарать их за то, что они толкали моего сына в криминал. А другая часть говорила, что все логично и рационально. следствие свяжет их смерть с торговлей наркотиками и повешение сочтут казнью для устрашения других барыг. Когда я вернулся, в гараже меня ждал Матвей. Я вколол двойную дозу снотворного и положил в карман банковские карточки и наличные. я думал, он отъедет от такой дозы. Что было потом? Я пришел домой, Богдан еще спал, я приготовил завтрак. Мне казалось, что все проблемы позади и я все сделал правильно. Хотите сказать, что вы все сделали ради сына? Богдан хороший мальчик и ни в чем не виноват. Это приезжие прохвосты потянули его в омут. А вы знали, с кем ваш сын общался в Даркнете до знакомства с Акчуриной и Ульяновым? Богдан немилый, наивный мальчик. Ваш ребенок вырос. Давно вырос. Просто поймите это. Никто из них немилый. Одно скрывало свой роман заключенным, другой наркобарон недоделанный. Лифанов еще в школе в Даркнете покупал запрещенку. У каждого были свои криминальные тайны. Вот-вот и эти тайны как петля затягивались все туже и туже. Никто, никто из них не избежал последствий. Но лучше был бы суд, чем убийство. в следующем году.